История Малакан-Азербайджана Малаканское движение, возникшее в России во второй половине 18 века и получившее широкое развитие в первой половине 19 века, явилось одним из направлений духовного христианства. Истоки духовного христианства идут от учения Иисуса Христа и его апостолов, отрицающих ветхозаветные обряды и церковный формализм, доказывающих ненужность никаких обрядов и жертвоприношений. Эти идеи были нарушены церковными реформами вселенских соборов, узаконивших церковное служение и учредивших церковную иерархию, фактически исказивших учения Иисуса Христа. По идеологии духовного христианства исполнение обрядов отвлекает человека от истинного служения Богу. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, то есть быть истинными поклонниками без помощи обрядов и посредников попов. Священными заповедями являются, возлюби ближнего своего как самого себя, будь милостив ко всем, помогай нуждающимся, не притесняя ближнего. Духовные христиане не признают рукотворных храмов, образов, не изображают крест и не поклоняются Ему, не творят крестного знамения при молитве, не поклоняются мощам святых. Учение духовных христиан провозглашало равенство всех людей, объявляло войну и военную службу богопротивными действиями, призывало признавать только те повеления властей, которые не противны божественным законам. Существуют различные версии происхождения названия молокани. Наиболее правдоподобным, вероятно, все же является самоназвание, происходящее от того, что молокани свое учение называют молоком духовным. Более-менее правдоподобной может быть версия о том, что молокан так назвали православные за то, что молокани в пост пили молоко, что православным запрещалось. Имеется версия, что молокан так назвали в царских канцеляриях, чтобы отличать их от других духовных христиан, духовоборов. При Екатерине два молокан вместе с духовоборами стали массово высылать в южные окраины, в основном в Таврическую и Бессарабскую губернии. Ведя здоровый образ жизни, молокани на новых ранее необжитых местах через короткое время создали благоустроенные хозяйства и стали жить зажиточно. Слухи об этом распространились в центральных регионах России, что способствовало появлению новых сторонников молоканского движения. При царе Александре I век 1805 году молоканам была предоставлена свобода вероисповедания. В центральных регионах России молоканское движение начало возрождаться и приобретать массовый характер. Власти сенот забеспокоились. При царе Николаю I началось изгнание молокан в дальние окраины, больше в Закавказье. Выселение молокан, как и духовоборов, и иных сектантов, в Закавказье преследовало двоякую цель. Удаление из центральных губерний инакомыслящих и внедрение русской культуры в присоединенных к России закавказских провинциях. Выселение молокан в Закавказье началось в 30-х годах XIX века. 500 PX съезд подчеркивание молокан подчеркивание 1905. Переселение в Закавказье. Насильственно переселенные в Закавказье молоканские общины сумели наладить добрососедские отношения с местным населением и за короткое время создать процветающие многоотраслевые хозяйства. За несколько поколений они стали практически местным населением. По свидетельству газеты «Кавказ» за 1850 год появление русских переселенцев способствовало благоустройству края. Города перестали нуждаться в плотниках, пельщиках, печниках, косах, извозчиках, в особенности на почтовых станциях, из которых многими содержится Пашимахинская губерния. С тех пор европейские постройки стали являться даже по деревням, устроились большие мельницы, явилась везде крупчатая мука, гречиха, овесы и огородные овощи. Первые молоканские переселенцы в Азербайджане появились в 1834 году. Они основали село Алтагач в горной долине реки Атычай, поросшие густым непроходимым лесом. В первое время им пришлось жить в наскоро построенных шалашах. С 1834 по 1839 год в Алтагачи поселились 1681 человек. Переселенцы прибыли из Саратовской, Тамбовской, Оренбургской, Владимирской, Таврической и Бессарабской губерний. Всего поселилось 310 семей. С 1840 по 1849 год вблизи Атбаку возникли молоканские села Хельмеле, Маразы, Чухур-Юрт, Джабаны, Астраханка, Ивановка. Молоканские села появились также на Мугане, в Ленкаранском и Кубинском уездах. В книге Юницкого «Огнезда сектанства» на Кавказе приводятся следующие данные. Так село Привольное Ленкаранского уезда появилось в 1839 году, село, пришип и Николаевка Ленкаранского уезда в 1840 году, село Новоголка и Астраханка Ленкаранского уезда, в 1845 году. Андреевка, в 1847 году в то же время, говорит автор, водворены молоканские поселения в Шимахинском и Геокчайском уездах. При этом из дел Бакинского управления государственными имуществами и Бакинского губернского правления мы узнаем, что первые поселенцы из молокан в Шимахинском уезде были водворены в селе Алтагач. В 1835 году потом образовались другие молоканские села. Хельмиле, Астраханка, Марьевка, Джабаны, Чухурт-Юрт, Маразы и ДР. В Геокчайском уезде мы находим следующее село с сектантским населением – Киулюли, Ивановку и Карамарвин. В Дживатском уезде молоканские села – Новая Ивановка и Калюбакина. В Кубинском уезде – Владимировка. Согласно списков населенных мест Бакинской губернии за 1870 год первое начало удворения русских поселян в Закавказском крае сделано было с 1834 года. В Ленкаранском уезде – Вель, Старообрядцы, поселена в 1838 году. Привольная, Иудействующая, в 1839 году пришли по Николаевка, в 1840 году. Новоголка, Новогольская, и Астраханка, в 1845 году. Андреевка, в 1847 году. Православная, в 1867 году. В то же самое время удворены молоканские поселения в Шимахинском и нынешнем Геокчайском уездах. В Дживатском уезде в 1867 году Михайловка и Ивановка – безымянное поселение Найер. А Куша – Кубинском уезде в 1868 году Дер. Зурабовка в Устерче. Кусар и Деличай. 29 семейств православных. С самого начала поселения Малакани из близлежащих сел стали посещать город Баку, где сбывали свою сельскохозяйственную продукцию, покупали мануфактуру, предметы домашнего обихода. В зимнее время, свободные от полевых работ, некоторые мужчины занимались извозом. На своих огромных фургонах, запряженных лошадьми, они занимались перевозкой грузов по городу и на большие расстояния, вплоть до Тифлиса и Батуми. Некоторые девушки из молоканских семей устраивались на работу в богатые дома горничными. Их целью было справить себя к свадьбе хорошие приданы. Для проживания в городе сельские общины строили так называемые постоялые дворы. Они представляли собой что-то вроде гостиниц, где любой односельчанин мог на время остановиться и проживать, а также разместить свои грузы под воду с быками или лошадьми. Содержались постоялые дворы за счет сельской общины. Случалось так, что некоторые семьи находили себе в городе выгодную работу и обосновывались на постоянное место жительства. Так в городе постепенно стали поселяться молоканские семьи из близлежащих сел, в основном из Шамахинского уезда. В начале XIX века Баку был небольшим провинциальным городом с населением около 4.6 тысяч человек. В конце – около 112 тысяч. Центр города находился в районе крепости, и через Шихер. Оседавшие в городе молоканские семьи поселялись на окраине, где строили себе дома и подсобные помещения. Так уже в 50-60-х годах XIX века в Баку возникла молоканская слобода, разместившаяся в удалении от крепостных стен. В центре слобода в 1870 году был посажен сад, получивший название молоканского сада. В пределах слобода размещали жилые дома, лавки, извозные дворы, конюшни, бандарные мастерские. В связи с развитием в Баку в 60-70-х годах добычи нефти возникла необходимость в транспортировке нефтепродуктов на большие расстояния. Для транспортировки требовалось много тары. Транспортировка в бурдюках не оправдывала себя, возникла большая потребность в бочках. В это время молокани в слободе наладили массовое изготовление деревянных бочек. Для изготовления бочек требовалось вымачивать деревянные детали. Поэтому перед многими лавками, мастерскими, рылись большие ямы, заполняемые водой. Так как эта вода длительное время не заменялась, возникала угроза размножения комаров и распространения малярийных заболеваний. 36-B-4670-A-4-Ча Малаканская слобода К этому времени город разрастался. Вокруг Малаканской слободы появились высокие дома, а Малаканский сад стал местом прогулок горожан. Малаканская слобода со своими бандарными мастерскими уже была не на окраине, а оказалась почти в центре развивающегося города. Поэтому в 1872 году распоряжением бакинского губернатора В.Пазена Малаканская слобода была перенесена на окраину города, в район завокзальных улиц. Эту часть города до последнего времени горожане называли Малаканкой. А бандарные мастерские перенесли на улицу, получившую название Бандарной, в советское время переименованы в улицу Димитрова. На месте Малаканской слободы постепенно были возведены высокие здания, сохранившиеся до настоящего времени, а Малаканский сад был благоустроен и стал излюбленным местом отдыха бакинцев. В Малаканском саду были посажены различные деревья, богатый Малакан Кащеев за свой счет провел в сад воду и создал первый в Баку городской фонтан. Одним из зданий у Малаканского сада было Малаканское собрание. Это здание сохранилось до настоящего времени. Одна из улиц в районе бывшей слободы называлась Малаканской. При советской власти она стала называться улицей 9 января, а затем переименована в улицу Хагани. На этой улице был открыт театр Микада, в преобразованном здании которого в советское время разместился русский драматический театр имени Самеда Вургуна. Малаканский сад также был переименован в Мариинский, в советское время в сад им Ашумалиева, а затем в сад 9 января, а в 1991 году в сад Хагани. Несмотря на переименование, бакинские стражила продолжают его называть Малаканским садом. Несомненно, что бакинскую и Малаканскую общину составили в основном выходцы из близлежащих Малаканских сел, принудительно высланные из центральных губерний России. В основной массе это были потомки российских крестьян, зачастую крепостных. После отмены в России в 1861 году крепостного права гонения и преследования Малакан преуменьшились. С этого времени в Баку на постоянное место жительства стали приезжать по собственной воле исповедующие Малаканскую веру выходцы из среды ремесленников, купечества и даже из дворянского сословия. В Баку Малакане стали заниматься бизнесом, купечеством. В начале 20 века в Баку некоторые малаканские семьи разбогатели. Наиболее богатыми и влиятельными в Малаканской среде были братья Скобелевы, владеющие мукомольно-крупяными предприятиями, обеспечивающими весь Баку отличными хлебными выпечками. Влиятельное положение имели судовладельцы Колесниковы, предприниматели Кащеевы. Малаканская община. Все малакане, проживающие в Баку, до революции активно участвовали в жизни малаканской общины. У малакан был свой молельный дом, они регулярно посещали собрания в молельном дому. Каждая семья свято придерживалась малаканских традиций. В обязательном порядке праздновались религиозные праздники, Рождество Христово, Крещение Господне, Благовещение, Пасха, Вознесение, Троица. Малаканская община, как правило, принимала деятельное участие во всех событиях в малаканских семьях, рождении детей, заключении браков, смерти близких. Поминках. Община занималась оказанием материальной помощи нуждающимся, помогала в ремонте и строительстве домов. Община имела в своем распоряжении общую посуду, которую выдавала всем на проведение различных мероприятий. Бакинская и Малаканская община поддерживали связь с другими малаканскими общинами, как в Бакинской губернии, так и за ее пределами. В 1905 году бакинские малакани принимали активное участие в работе Всероссийского съезда духовных христиан-малакан, состоявшемся в селе Воронцовке Тифлийской губернии. Съезд был посвящен 100-летнему юбилею предоставлениям малаканам царем Александром Первой свободы вероисповедания. На съезде бакинские малакани были представлены двумя представительными делегациями, возглавляемыми Николаем Михайловичем Кащеевым и Иваном Федоровичем Колесниковым. В составе делегации было 48 человек. Трудные времена для бакинской общины наступили в годы революции. Необходимо было определить свое положение. На состоявшемся в мае 1917 года сводного Кавказского съезда сектантов в бакинские малакани поддержали внутреннюю и внешнюю политику временного правительства. Возглавлял малаканскую делегацию на съезде приехавший из Петрограда министр временного правительства бакинский малакан Матвей Иванович Скобелев. В годы революционных преобразований, когда у власти в Баку были Исполнительный комитет временного правительства, 5.0321.11.1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов 13.11.1731.08.18 Диктатура Центра Каспия 1.0814.09.18 Правительство независимой Азербайджанской республики, 15 сентября 2018 года, 27 апреля 2020 года, бакинская малаканская община не принимала активного участия в политической жизни. Некоторые семьи, напуганы агрессивными событиями националистического характера, не видя перспектив своей жизни в Азербайджане, ставшим национальным государством, выехали из Баку в Россию, большей частью на Северный Кавказ. За это время малаканская община в Баку преуменьшилась. Малаканские общины при советской власти При советской власти жизнь в малаканских общинах изменилась коренным образом. Общины как таковые продолжали существовать, но их деятельность существенно ограничивалась. На активистов общин оказывалось давление со стороны газорганов и общественных организаций. В некоторых случаях проводились репрессивные мероприятия, лишение голоса на выборах, аресты. В 20-х годах в Баку многих малаканских активистов лишали голоса, т.е. права участвовать в выборах и общественной жизни. Большой урон малаканская община понесла в 30-х годах, особенно в 1937-1938 годах, во время массовых репрессий, когда были арестованы наиболее деятельные члены общины. Некоторые из них были расстреляны. Несмотря на ограничения религиозной деятельности общины, в семьях еще продолжали соблюдать малаканские порядки, но зачастую это делали скрытно. Религиозные праздники, особенно, Пасху, все же праздновали в каждой семье. Несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, население придерживалось малаканских порядков. Хоронили и поминали покойников обязательно по малаканскому обряду. О бракосочетании молодых уже многие проводили без венчания. Значительно сократилась посещаемость малаканских собраний, хотя в прошлом она была массовой. Детям в школах прививали антирелигиозные убеждения. Многие, особенно молодежь, стали далеки от религии, хотя продолжали соблюдать малаканские традиции. В порядке вещей стали смешанные браки, с лицами другой национальности или иного вероисповедания. Малаканская молодежь стала получать образование. Ей уже не хотелось жить интересами общины, она приобщались к современной цивилизации. В Баку увеличилось количество малакан, которые не участвовали в религиозной жизни, но соблюдали малаканские традиции. Почти у всех семей из близлежащих малаканских сел в Баку были родственники. Поэтому сельская молодежь после окончания ремесленных училищ и демобилизации из-за армии приезжала к родственникам в Баку, где устраивалась на работу в различные предприятия. Через какое-то время многие получали квартиры и становились бакинцами. Малаканская молодежь стала поступать в вузы, получать высшее образование, защищать диссертации. Из малаканской среды появилось много учителей, врачей, инженеров, общественных деятелей. К примеру, уроженец малаканского села Алтагача Федор Семенович Непряхин стал директором Бакинского нефтяного техникума, которым бессменно руководил в течение 30 лет. Другой уроженец Алтагача Яков Михайлович Кирсанов был депутатом Верховного Совета Республики, заведующим отделом ЦК КП Азербайджана. Уроженец села Мараза Михаил Павлович Каверочкин был знатным буровым мастером, удостоенным звания Героя Социалистического Труда. Его именем была названа улица в Баку. Выходцы из малаканской среды преподавали в вузах, работали в научно-исследовательских институтах, были военачальниками. В советское время малаканское население разделилось на две группы – малакан религиозных, посещающих собрания, и малакан по происхождению, далеких от религии, не посещавших собрания, но чтивших и соблюдавших традиции своих предков. Постепенно малакан по происхождению становилось все больше и больше, а малакан, посещающих собрания все меньше. В малаканских собраниях участвовали в основном лица пожилого возраста, молодежи в собраниях почти не было. В отношении малакан в Баку сложилась репутация, что они трудолюбивые и добросовестные люди, что они ведут трезвый образ жизни. Толерантное отношение их к людям разных национальностей и конфессий способствовало комфортному их проживанию в интернациональном Баку. В годы Великой Отечественной войны бакинские малакане принимали непосредственное участие в боевых действиях. Почти в каждой семье были отдавшие свои жизни. Многие вернулись с боевыми наградами. Женщины и дети во время войны заменили на предприятиях ушедших на войну мужчин, внеся свой вклад в дело победы над врагом. Во время войны и в послевоенное время деятельность бакинской малаканской общины несколько активизировалась. В это время несколько увеличилось количество посещающих собрания, укрепилась связь с другими малаканскими общинами. В 1955 году бакинская община организовала и провела в Баку съезд малаканских общин, посвященный 150-летию свободы вероисповедания. Во второй половине 20 века малаканские общины продолжали действовать, но активное участие в их деятельности принимали в основном лица пожилого возраста. Многие перестали строго соблюдать малаканские порядки. Точка община уже не могла строго контролировать поведение своих членов. Участились случаи перехода малакан в другие секты, чаще в баптисты. Молодежь малаканского происхождения, общаясь с православными, нередко принимала крещение. Негативным для малаканского движения был дефицит молодых лидеров с современным образованием. В 80-х годах 20 века бакинская малаканская община насчитывала в своем составе порядка 900 человек, посещающих собрания. В общине состояли русские, украинцы и один азербайджанец. Малаканские общины в конце 20 века. События конца 20 века коренным образом изменили положение русских поселенцев в Закавказье. Произошел развал интернационального Советского Союза, в национальных республиках возобладали националистические настроения. Начался вынужденный массовый выезд русского населения из национальных республик. В настоящее время из них выехало до 90% русского населения. Таким образом, малакани, вынужденно поселенные в начале 19 века в Закавказье, в конце века стали вынужденными переселенцами из Закавказья. Из союзных республик Закавказья отток малаканского населения начался в послевоенное время. Это в основном было связано с тем, что малаканские общины не могли контролировать свою молодежь. Молодые люди, как правило, отошли от религии и приобщались к светскому образу жизни. Многие стали получать высшее образование, становились квалифицированными специалистами. Зачастую они выезжали за пределы своих республик, где у них было больше возможностей для карьерного роста. Отношение к малаканам в республиках, в общем-то, было лояльным. Их уже признавали за местных жителей. В местных СМИ их зачастую называли уважаемыми людьми. Эти заявления, вероятно, были искренними, так как малакани всегда были в дружественных отношениях с местным населением. К тому же они считались хорошими добросовестными специалистами во всех сферах хозяйственной и общественной жизни. Но все же они находились не в равном положении с местным населением. Их редко выдвигали на руководящие должности, в лучшем случае им доверяли быть успешными замами и исполнителями под начальством местных руководителей. Люди старшего поколения с этим мирились, а молодежь не хотела себе такого будущего. Она понимала, что у нее здесь нет надежных перспектив. Поэтому в послевоенное время начался отток малаканской молодежи из республик Закавказья в Россию и Украину. Со временем этот процесс усилился. Такая эмиграция происходила в советское время, когда девизом было «Интернациональное братство народов». Положение русских, в том числе и малакан в Закавказье существенно ухудшилось после развала Советского Союза, когда активизировались националистические силы. Малаканам стало ясно, что для них в этих республиках нет никакого будущего. Им не хотелось покидать ставшими родными за несколько поколений обжатыми места их жительства. Но иного выхода не было, и они вынуждены были массиво выезжать из республик, главным образом в Россию и Украину. После преобразования Азербайджанской ССР в независимую Азербайджанскую республику положение русских в Азербайджане несколько осложнилось. В течение нескольких лет подавляющее большинство русских из Баку выехало в Россию и Украину. В настоящее время русских в Баку осталось порядка 20 тысяч человек. Конечно, значительно сократилось и количество русских малаканского происхождения. Ориентировочно сейчас в Баку малакан осталось всего несколько сот человек. В Азербайджане из ранее многочисленных малаканских поселений к настоящему времени фактически сохранилось одно село Ивановка в Исмаилинском районе. В остальных малаканских селах остались доживать по несколько десятков человек пожилого возраста, которым ни на что и некуда было переезжать. Несмотря на то, что многие малаканские села были основаны и созданы малаканами на ранее необжитых местах, теперешние власти поспешили их переименовать на национальный лад. После массового переселения малакан в республиках Закавказья еще продолжают действовать малочисленные малаканские общины, в которых состоят лица преклонного возраста. Вынужденные переселенцы малакани из Закавказья рассеялись почти по всем областям России и Восточной Украины. Наиболее компактно малаканские переселенцы поселились в Ставропольском и Краснодарском краях, где даже образовали действующие в настоящее время малаканские общины. В 1991 году в России был создан Союз общин духовных христиан-малакан, призванный объединять разрозненные малаканские общины. Духовным центром малакан-переселенцев из Азербайджана в настоящее время стала малаканская община в селе Кочубеевском Ставропольского края. Несомненно, малаканское движение в конце 18-19 и начале 20-го веков сыграло важную историческую роль. Во второй половине 20-й века оно уже не было привлекательным для широких масс и постепенно стало терять свою актуальность. Основной причиной постепенного снижения активности малаканского движения во второй половине ХХ века является потеря им независимости. Малаканские общины не могли проводить собственную политику, жить по своим правилам. Они должны были следовать чьим-то указаниям. В действительности малаканские общины могли быть действенными, если бы они самоуправлялись, если бы могли воздействовать на своих членов, определять образ жизни. Если община не обладает такой возможностью, то она становится формальной общественной организацией. Она может проводить только молитвенные собрания и исполнять обряды при похоронах и поминках. В жизни общины, как правило, принимают участие только люди старшего поколения. На этом влияние общины на жизнь заканчивается. Время показало, что в современных условиях невозможно осуществить наивную мечту малаканского движения – построить общество на принципах раннего христианства, равенстве, братстве, без эксплуатации человека человеком, общинном производстве и даже общинном распределении. Малакани в настоящее время. Что собой представляет малакани в настоящее время? Это обыкновенные русские люди, но только воспитанные в духе почтительного отношения к старшим, в трудолюбии, трезвости, в здоровом образе жизни. Конечно, бывают и отклонения. Некоторые из малакан поступают в жизнь неадекватно, нарушают нормы христианской морали, ведут беспутный образ жизни, как и многие их современные сверстники. Но это скорее исключение, чем правило. Современные малакани – это те же нормальные граждане страны, где они проживают. Журналисты в своих публикациях зачастую стараются представить малакан какими-то особенными людьми, живущими прошлым, сопровождают свои публикации фотографиями бородатых мужчин и женщин в старинных нарядах. Несомненно, это относится к представителям старшего поколения, старающимся сохранять старинные малаканские традиции. В действительности же современные малакани в массе ничем не отличаются от сограждан страны проживания, как в России, так и в других странах ближнего и дальнего зарубежья. Покинувшие Баку малакани рассеялись по всему миру, но они продолжают считать себя бакинцами. Случайно столкнувшись где-либо друг с другом, они узнают, что они бакинцы. У них сохранился бакинский акцент, специфические бакинские слова и выражения, манеры и поведение. Все они с теплотой вспоминают лучшие свои годы, прожитые в Баку, мечтают посетить родной город, походить по его улицам, побывать на базарах, на бульваре, на пляжах. По возможности они общаются между собой, с оставшимися в Баку родственниками, друзьями, проявляют живой интерес к современной жизни родного города. Они остаются бакинцами.